Я люблю книги, которые читала в детстве. Мама мне читала сначала. И мне было 5 лет, когда мама мне начала читать роман Льва Николаевича Толстого «Анну Каренину». Почему она стала читать? Потому что семейная ситуация наша была очень похожа на ту, которую описал Лев Николаевич. То есть мой папа был офицер, мама его очень любила, папа ее очень любил. Но почему-то пожениться они не могли. И я потихонечку росла. И когда она читала, я представляла Вронского, естественно, своим папой, Анну Каренину, своей мамой. И когда я выросла и прочитала весь роман, я очень удивилась, что там еще существует линия Левина. Мама про эту счастливую любовь не читала, она читала только про несчастную. И, опять же, мама была инженером, но у нее была такая еще нагрузка. Она выдавала книги, которые стояли в шкафу. То есть была таким вот библиотекарем на общественных началах. И однажды она принесла граф Монте-Кристо. И это было просто великолепное чтение, которое я запомнила на всю жизнь, прочитав только один том. Второй том я прочитала уже, опять же, взрослый. И очень удивилась, что такой прекрасный человек, герой этого романа, вдруг начинает всем мстить. И я его развенчала, короче. Была у меня книга огромная, издательство «Дед Гиз», «Маяковский», «Избранная». Я считала, это и есть классическая поэзия. Эти лесенки, эти неологизмы. И поэтому, опять же, когда выросла, очень удивилась, что классическая поэзия состоит из совершенно других стров и других рифм, и другого ритма. В литературном институте я обнаружила в библиотеке такую книгу Владимира Семеновича Маканина «Портрет и вокруг». Эта книга была о высших сценарных и режиссерских курсах, на которых я потом училась. И меня очаровала эта книга. Я ее читала, смеялась над каждой фразой. Просто от того, что это было такое эстетическое удовольствие, от которого просто смеешься не потому, что смешно, а потому, что это очень хорошо. И потом я училась у Григория Бакланова и Александра Проханова. Они вдвоем преподавали у нас. И они как-то пригласили Маканина. И я с ним познакомилась и потом всю жизнь дружила. Но вот эта книга стала как бы такой моей любимой, самой любимой из его довольно большого количества других его книг. И очень мне нравилась «Матера» Валентина Распутина. Я тоже для себя ее открыла. И вот эти вот диалоги этих старух – это было что-то потрясающее. Это была действительно народная музыка, слово. И у меня тоже была возможность с ним познакомиться, но уже перед его смертью, к сожалению. Но до сих пор вот эти вот книги я в себе берегу. Еще была одна книга «Преступление и наказание» Достоевского. Я ее читала в девятом классе по учебной программе. Я помню, что я даже голодала специально, чтобы понять психологию главного героя Раскольникова, почему он пошел на это убийство. И потом для себя я определила свою цель в жизни после этого романа, что писать такую же психологическую прозу, проблемную, философскую. И, в общем-то, может быть, поэтому поступала на психологический факультет МГУ. И когда меня спросили, а почему вы сюда пришли на собеседование, я сказала, потому что я хочу писать как Достоевский. Для этого мне нужно знать психологию. Но меня направили в литературный институт. Так я и не училась, не обучилась на психфаке. Вот, пожалуй, все. Вот эти шесть книг, которые потрясли не мир, но меня. А может быть и мир. Спасибо.